Сегодня жительница нашего города Наталья Добрянская рассказала очередную историю, связанную с вывозом снега. Хочется верить, что увиденное и услышанное в рубрике «Нам здесь жить» заинтересует специалистов в области ЖКХ. Итак, утром 26 марта жители этого дома, подчинившись объявлению об уборке придомовой территории, убрали свои машины со стоянки. Однако вечером обнаружили, что часть стоянок по-прежнему осталась под толстым слоем снега, а вот другая вычищена аж до асфальта. В управляющей компании, а в данном случае это крепость, людям пообещали, что убрано будет все. Слово сдержали, но как? И главное, почему водитель Грейдера проявил такую изобретательность при уборке двора? Задались вопросом, почему стоянки далее почищены выборочно. Выяснилось в итоге бесед с жильцами, что это оказывается платная услуга у нас. Добились, в полдесятого вечера нам стоянку почистили. Но почистили как? На данный момент времени машину я поставить не могу. Если вот эти глыбы слетят на мой автомобиль, то кому я буду предъявлять претензии? В администрации города нотари пояснили, что у управляющей компании есть 10 дней для того, чтобы убрать снег со двора. Но где все это время людям ставить машины? Парковаться на стоянке никто не решает.